Друзья, что мы все о неприятном, о каком-то не очень приглядном в жизни великого певца и актера. Ведь были и прекрасные моменты даже уже на склоне его лет. Например, возвращение крысиной стаи. Ведь в общественном сознании имена Фрэнка Синатра, Дина Мартина и Сэмми Дэвиса были тесно связаны вот уже более 25 лет. К 1987 году постаревшие артисты продолжали работать, несмотря на проблемы с близкими и со здоровьем. В октябре 1986 года тройка собралась на концерт «Бенефис» в детском центре клиники имени Эйзенхаура. В основанном, кстати, центре Барбарой Маркс, теперь уже Барбарой Синатра. Тут-то Сэмми Дэвис и предложил. А давайте-ка, ребята, снова будем работать вместе. Действительно, эти трое как бы усиливали магнетизм друг друга. Но выступая одновременно. Даром, что за 25 лет были, правда, периоды, когда они вовсе не виделись. Почему бы не начать все заново, а, ребята? А ведь Фрэнку к тому времени уже исполнился 71 год. Сэмми 61, 1у, 69. Сэмми предложил дать концерт в готеле «Дэвис» в Лас-Вегасе, где у всех троих был ангажемент. Но Фрэнк внес контр-предложение отправиться в полноценное турне. Сэмми «Дэвис» в Лас-Вегасе. Сэмми, любивший выступать с Фрэнком, моментально согласился. Иная ситуация была с Дином Мартином. К этому времени Дин стал другим человеком. К октябрю 1987 года не прошло еще и шести месяцев после гибели его сына Дина Пола. Которому было всего 35. Личный самолет Дина Пола на скорости 500 миль в час врезался в гору Сан-Гори. Ставшую роковой для матери Фрэнка, со смертью сына свет погас в глазах Дина. Убитый горем отец погрузился в паучину депрессии. Правда, он еще пытался выступать. Всего через 8 дней после похорон Дин Мартин давал концерт в готеле «Дэй Бэлвис». Или скорее Бэйлис. Однако воля к жизни оставила его. Здоровье стремительно ухудшалось. Как из-за тоски, так и из-за алкоголя. Который теперь потреблялся Мартином в непомерных количествах. Все друзья беспокоились о нем. А больше всех Фрэнк и Сэмми. Хотя бы он поговорил о своем горе. Сетовал Сэмми. Так нет. Молчит. Замкнулся в себе. Через два дня после идеи озвучивания совместного тура Фрэнк позвонил Сэмми. «Ну что, дружище, ты готов?» – бодро начал Фрэнк. «Работа предстоит изрядная, но Одину это может пойти на пользу. Надеюсь, он встряхнется. Ради этого, надеюсь, стоит попробовать». Через несколько недель трио вновь собралось в доме Фрэнка. Фрэнк сообщил, придется отказаться от путешествия на поезде. Ведь у них команда 81 человек. И кормить такую ораву целую неделю, размещать на ночлег и нести прочие дорожные расходы будет накладно. Нет, они все полетят на самолет. «Мы трое соберем в общей сложности 20 тысяч зрителей», – добавил Фрэнк. «Несколько лет спустя в ресторане «Ла Фамилия» Беверли Хиллз Дин Мартин говорил, «При слове «самолет» у меня всякое желание пропало». «Я понял, это турне не для меня». «Мое время ушло. Конечно, я выступал кое-где, кое-когда, но лишь для того, чтобы окончательно не пасть духом. Турне мне было не по силам, ведь оно требовало энергии, которой я лишился. Тем более, что я с некоторых пор не выношу самолетов. Но разве я бы мог отказаться? Разве бы мог подвезти Фрэнка и Сэмми? Не мог, хотя и знал, турне будет самой крупной моей ошибкой в жизни». В декабре 1987 года Фрэнк, Сэмми и Дин давали пресс-конференцию в готеле «Чейз» в Беверли Хиллз, в ходе которой анонсировали свое турне. Все трое встретились дома у Фрэнка, обсудили, что будут говорить, погрузились в черный длинный лимузин, и покатили в «Чейзерс». Их встречала целая армия репортеров, возбужденных тем, что кресиная стая возобновляет свое турне. Узнать об этом событии из первых рук жаждали пресса, телевидение, а также даже иностранные корреспонденты. Турне спронсировала компания «Американ Экспресс». Право освещать турне получил кабельный канал «HB.E». Трое виновников шумихи поднялись на подиум. «Леди и джентльмены, мы благодарим вас всех за то, что вы пришли сегодня в этот зал». Начал Сэмми, один перебил. Может быть, еще не поздно дать задний ход. Реплика вызвала смех. Однако Дин вовсе не шутил, как позднее сам признавался. Пресс-конференция прошла успешно. Фрэнк, Сэм и Дин подшучивали друг над другом, как в прежние времена. Ну, например, как в 60-е годы. Было ясно, они еще не утратили чувство юмора. На вопрос репортера «Станут ли такие события ежегодными?» Фрэнк сказал, «Сэмми стукнуло 62, мне 72, одину 70. В наши годы можно только на единое событие надеяться, на собственный день рождения». Другого репортера на вопрос о крысиной стае Фрэнк оборвал, что название «Крисиная стая» неудачное. Нет, турне назовут иначе. Снова вместе. Во всех 29 городах билеты были раскуплены задолго до означенных дат. Фрэнк радовался. Развеялись его опасения насчет того, что они с Сэмом и Дином не сделают сборов. Довольный Фрэнк позвонил Сэму. «Бухгалтеры утверждают, что мы получим от 6 до 8 миллионов на троих», сообщил Фрэнк. «Сумма внушительная. Новое начало или, по крайней мере, мощный финал», думал каждый из них. Репетиции начались в Реймар-студию. Фрэнк, Сэмми и Дин приступали к работе с оптимизмом. «Был собран оркестр из нью-йоркских 40 музыкантов под управлением Морти Стивенса». Вспоминает Джозеф Уилсон, ответственный за качество звука. На первых репетициях Фрэнк был бесподобен. Пел так, словно уже вышел в огромный зал. Я сам обожаю его песни. Для меня было наслаждением слушать. А как он выглядел? Черный, укороченный, атласный пинджак, бейсболка. Казалось, он в оркестре вообще не нуждается. Потом Сэмми исполнил «Ну не дурак ли я?» и «Сахарный человек». Сэмми недавно перенес операцию на шейке бедра, однако выглядел отлично. И пел отлично, будто ему не 60 с хвостом, а 30. Пожалуй, он был лучшим из троих. А потом вышел Дин с песней «Вуаляре». В переводе с итальянского название означает «летать». Жалкое получилось зрелище. «Дин не помнил слов». У нас имелась бегущая строка, но один на подсказку даже не смотрел. Сидел на табурете, бубнил себе под нос. Я глянул на Фрэнка, а у него на лице написано «Вот чёрт!». Так мы все провалимся. Дин ещё пару песен пробубнил. В частности, это любовь. И вдруг посреди песни встал И пошёл за кулисы. А там плюхнулся на стул, закурил. Фрэнк к нему подходит, хлопает по стене. «Какая тебя муха укусила, Дин?» Я никогда такого скверного исполнения не слышал. Он произнёс эту фразу как бы так, словно они с Дином находятся на сцене и потрунивают друг над другом. Но Дин всё понял. Понял, что Фрэнк страшно недоволен. Он сказал. И не услышишь. Фрэнк ему уже серьёзно. У нас есть теперь телесуфлёр. Не обязательно помнить слова. Один в ответ. Но надо уметь читать. На сей раз Фрэнк бросил реплику точно для зала. Фрэнк только покачал головой и пошёл к Сэмми. Они начали шептаться. После репетиции Джорджеф Уилсон спросил Сэмми, что такое с Дином Мартином, вид у него неважный. Сэмми вздохнул. Никак не оправиться после гибели сына. Не в наших силах помочь ему. Почему судьба так несправедлива? Почему сын его погиб в рассвете лет? Думаете, Дин продержится до конца тура? Весь тур. Я сильно удивлюсь, если он продержится до конца репетиции. Тут Уилсон вручил Сэмми Дэвису пинжак шёлковый с надписью на спине. Майкл Джексон Батт Ту. Сэмми одел этот пинжак и сказал. Буду молиться, чтобы Дин оклемался. Упомянем тут, что седьмой студийный альбом Майкла Джексона, выпущенный в 1987 году, назывался Бэт, плохой. В его поддержку было предпринято беспрецедентное турне под названием Бэт Тур. Но это уже другая история. И история, как говорится, не нашего романа. Но так, как говорится, опять же, тавтология допустимая, пересекаются судьбы великих этого мира. Одни этот мир покидают на прощание, постаравшись погреметь. На или им хватает сил, другие же прут, как угорелые на Олимп, взбираясь, не жалея ничего, даже своих потрохов. Теперь, к сожалению, нет никого из названных участников ни Кресиной стаи, ни даже Великого Майкла. Все они уже, будем надеяться, в лучших мирах, чем наш. Пусть им там повезет. В большей степени, если они считали, что тут не до конца взяли все, что можно и что им дал Господь Бог и Америка. Субтитры сделал DimaTorzok